Маски на вес золота. Одноразовые медицинские в дефиците уже почти месяц, поэтому в стране различные производства одежды переключают на изготовление трикотажных масок. В Чувашии переоборудовали цеха Чебоксарского трикотажа и фабрики Пике. Маски нестерильные, сделанные из хлопка. Большая часть отгружается предприятиям, которые в нерабочую неделю продолжают функционировать. Продукции имеют все необходимые сертификаты для масштабного производства. Да, у нас три цеха в Новочебоксарске, Чебоксарах и в Цивильске. Перестроили мы достаточно быстро. Как только получили информацию от нашего Министерства экономического развития, так сразу начали заниматься разработкой. В течение двух дней мы уже заработали первые образцы. К концу недели, через пять дней получается, получили сертификат. И на прошлой неделе, в понедельник, мы полностью начали выпуск масок. Сейчас примерно выпускается около шести тысяч изделий. К концу недели, я думаю, к четвергу мы нарастим до десяти тысяч изделий. А сегодня вышло около пятидесяти человек. В принципе, цех работает не на полную мощь, но на восемьдесят, с точки зрения персонала загружен. Однако, чтобы такие маски можно было использовать не один раз, их необходимо ежедневно стирать и обрабатывать с помощью парогенератора или утюга. По рекомендации Роспотребнадзора, через два-три часа постоянного использования маску необходимо поменять. В ведомстве напомнили, что эта мера эффективна только в сочетании с другими методами профилактики. Кроме того, в первую очередь маски предназначены для тех, кто уже заболел. Здоровые люди могут использовать их при посещении публичных мест и общественного транспорта. Для нужд медицинских организаций региона около 50 тысяч марлевых повязок изготовят формация Минздрава Чувашии. Часть средств защиты поступит и в аптеки. Как заверил министр здравоохранения Чувашии на совещании в Доме правительства, на этой неделе ожидается поступление в республику 300 тысяч масок. Параллельно с этим прорабатывают тему поставок защитных костюмов, перчаток и дезинфицирующих средств.